В преддверии нового учебного года Национальная библиотека имени Пушкина запускает уже традиционную акцию «Скоро в школу». На площадке перед библиотекой собрались представители всех сфер развития самых разных навыков. Художественные и музыкальные школы, кружки программирования и робототехники, студии изучения иностранных языков. Отличительной особенностью этого года является то, что кроме информационных кружков, студий, еще к нам присоединяются также спортивные секции, техническое творчество. Очень здорово, что вместе с нами общественные организации, такие как, например, движение первых. Мы рассчитываем, что эта площадка, вообще все мероприятие, станет отличным помощником для родителей и детей определиться, куда же ребенок хочет пойти, начиная с учебного года. Для ребят это отличная возможность познакомиться с различными направлениями, попробовать себя в разных областях. И главное найти то, что действительно их увлечет. Благодаря интерактивам каждый смог потрогать, поучаствовать и в итоге выбрать то, что ему по душе. Кроме познавательных площадок были и развлекательные, где играли в умные догонялки, настольные игры и готовили вкусные десерты. Здесь проходят у нас интеллектуальные игры. Тут помогают нам развивать моторику для детей. Также здесь можно прозукрашивать. Далее можно пособирать разные пазлы. Еще можно, вот тут у нас на данный момент аэрококкей. Можно поиграть, чтобы детям не было скучно. Я считаю, что это мероприятие в первую очередь для родителей, для того, чтобы помочь определиться им. И ориентировать ребенка уже на то или иное творчество. Я сама, как мама, понимаю эту проблему. И зачастую сложно даже предложить ребенку. Нам-то кажется, что он должен в музыку пойти, а его, оказывается, техническое творчество тянет. И вот такие площадки, они помогают именно определиться ребенку. Также на информационном практикуме представила свои работы Дарья Елистратова. Она закончила Саранскую художественную школу номер два, а теперь учится в художественном училище имени Сычкова. Даша уже и не помнит, когда начала рисовать, влюбилась в искусство с очень раннего детства. А сейчас она выигрывает в международных и межрегиональных конкурсах. Художница признается, что сейчас больше всего времени посвящает этюдам на природе, но вдохновляет ее многое. Я вдохновляюсь всем, что вокруг меня окружает. Если я даже и прочитаю, какую-нибудь музыку послушаю, это уже как бы вдохновение. И вот благодаря этому я как бы вдохновляюсь и уже готова вынашивать идею и потом уже передавать на холст. Ксения Бебинова, Игорь Гангаев. Наши новости.